Всем привет! Рада, что зашли посмотреть это видео. Видео сегодня будет у нас о фаворитах, открытиях и разочарованиях именно 2015 года. У меня есть много чего показать вам именно из открытий. Не то, что я уже показывала, не знаю, из года в год, наверное, а именно открытия какие-то. И есть даже разочарования. Честно сказать, у меня разочарования бывают очень редко, потому что я пытаюсь подходить к покупке обдуманно. А даже если она мне не подходит, это какая-то вещь, продукт, средство, я всё равно пытаюсь к нему приспособиться как-то, либо его приспособить под себя. Допустим, если мне не подошёл какой-нибудь крем для рук, для лица, я его приспособлю как крем для ног, и будет мне счастье. Я как-то к этому честно проще отношусь. За счёт этого у меня редко, когда бывают какие-то нелюбимцы и разочарования. Ну и начнём с хороших каких-то вещей, которые мне очень понравились, которые я открыла именно в 2015 году. Начнём давайте тогда из техники, чтобы я её уже убрала в сторону и она нам не мешала. Открытием для меня было вот такое вот приспособление. Это зарядное устройство, накопитель заряда, который можно зарядить от кабеля USB, от, допустим, компьютера какого-то, и носить с собой, чтобы потом можно было зарядить телефон. Это очень удобно. Зарядное устройство, покупала я его в связном, по-моему, хватает его на три не совсем полных заряда. В принципе, до самого конца я его не использую. Я знаете, как делаю? Если оно мне понадобилось, я заряжала хоть раз телефоном, я потом прихожу домой и его дозаряжаю. Есть такие накопители заряда с большим объёмом. У меня, допустим, здесь 7800 мА, поэтому если вы также сидите всё время в соцсетях, либо общаетесь постоянно через почту, либо что-то делаете на телефоне, играете в игры, неважно. Может быть, планшет у вас, да, потому что для планшета эта штука тоже подходит. Если вы часто читаете книги, ещё что-то делаете, эта вещь для вас просто станет незаменимой. Ну и ещё я не могла не включить в это видео наушники от Молекулы. Я довольна этими наушниками. Я их вот везде ношу с собой. Я ими не пользуюсь, именно только вот, наверное, дома. Ну и перейдём к косметике и уходу. Покажу, наверное, сразу уходовые средства, потому что у меня их не так много, но они есть. В 2015 году моим открытием стало вот такое вот масло для тела от Johnson's. Я до этого никогда не пробовала ничего подобного. Вернее, я пробовала от Nivea, но это было давно, и небюджетно стоило у нас в Украине это средство. И миллилитраж, по-моему, там был больше немного. И потом я это масло больше не видела на полках магазинов наших. Но вот Johnson's есть везде и всегда. Сейчас, конечно, на него цена стала совсем вообще-вообще-вообще недемократичная. Ну и ещё одно средство, которое также для меня было открытием в 2015 году, это крем-вечер. Я уже говорила о нём в покупках. Да, это не то средство, которое, я не знаю, там лечит какие-то болячки. Это не то средство, которое изменит вашу жизнь, уберёт круги под глазами и вылечит прыщи или ещё что-то. Нет, это средство, которое можно использовать сопутствующее каким-то другим средством. Либо можно этим средством заменить какое-то любое другое. Ещё из ухода я хочу вам показать вот такое вот средство. 8 в 1, здоровые ногти, формула восстановления. 8 проблем, одно решение. Это Эвелин. Я уже практически половину использовала. Я какое-то время перестала им пользоваться, так как, не знаю, у меня ногти были в нормальном состоянии. Честно, не хотелось вообще ничем таким покрывать их. Я вообще не красила их, ни вот таким покрытием не покрывала, вообще ничего не делала, потому что ногти были в идеальном состоянии. Они у меня и сейчас в идеальном состоянии, но я покрыла вот этим средством их сейчас. И смотрится это довольно-таки аккуратно, всё так миленько. Ну и последние уходовые средства. Это бальзамы Нивея в разных вариациях, с разными запахами. Мои любимцы. Это то, что я, наверное, буду использовать всегда. Ну, мне уже, конечно, поднадоели они, честно признаюсь, потому что хочется чего-то нового попробовать. И если вы увидите какой-то другой бальзам в следующих роликах о покупках, то не думайте, что эти бальзамы мне перестали нравиться. Нет. Ну и приступим к косметике. Косметика здесь, кстати, есть у меня та, которую я ещё не показывала в покупках. И первое, с чего я хочу начать, это с вот такой вот палетки. Палетка от Sleek. Я её приобрела по многочисленным просто отзывам в интернете. И знаете, что эти отзывы уже, я не знаю, на протяжении скольких лет. Но я не могла найти нигде, допустим, у нас в Украине эту косметику. Её нужно было у нас, допустим, заказывать только. И мне всё время вот без свочи, без даже не свочи, да, а без вот наглядного вот такого вот взгляда я не могла просто приобрести что-то. Но здесь, в России, благо, доступ намного обширнее, чем у нас ко всему этому, да. И я приобрела всё-таки вот эту палетку. Я её не свочила, такой возможности не было при покупке. Но я посмотрела хотя бы визуально, да, вот так повертела, посмотрела, что бронзер может быть более-менее такой неплохой. Хайлайтер мне сразу визуально понравился. Я этой палеткой довольна. Она меня просто покорила. Я ею пользовалась всё, практически всё то время, именно тёплое, которое осталось до осени. И я её не выпускала из рук. Как вы можете видеть, я уже именно потёрла её изрядно так. Так что советую вам присмотреться. Я поставлю фотографии где-нибудь здесь. Покажу вам просто свочи, как они есть. Дальше моим открытием оказался вот такой вот консилер-корректор, да. Отзывается он Super Stay Better Skin. У меня во втором оттенке, там, по-моему, всего лишь 0,2 и 0,3 оттенок. 0,2 это Light Clear. Он, мне кажется, универсальный абсолютно. Как белоснежкам подойдёт. Именно белоснежкам, у которых не розовый подтон, а немножко такой вот оливковый. Косметический год я использую вот это вот средство. Причём я его использовала, знаете как? Замазывала им недостатки на лице. Я маскировала круги под глазами. Я здесь вот расширенные поры замазывала. Я вот просто везде и всегда его использую. Я его носила ещё всегда с собой в сумочке, в косметичке. Но практически, честно вам скажу, никогда он мне не пригождался. Я всегда ношу с собой консилер, который использую, допустим, в макияже в этот же день. Потому что у меня бывает консилер как-то... И мои круги под глазами, они начинают просвечиваться, проглядываться. И вот тогда я достаю консилер и подправляю. Вот когда я использовала вот этот консилер, мне в течение дня вообще не нужно было ничего подправлять. И я вот просто в восторге от него. Это действительно моё открытие. Это действительно мой фаворит. Ну и ещё также хочу показать средство тональное от Lumine. Это тоже было моим открытием. У меня есть ещё в третьем оттенке, потому что это единичка. И это средство называется Lungwear Blur Foundation. Я его обожаю, потому что у него текстура такая же, как у CC-крема от Lumine. Такая вот пластичная, такая вот какая-то нежная в то же время. И он ложится за счёт этого очень хорошо. Покажу вам летний такой, именно летний продукт. Я его, конечно, приобретала не совсем летом. Ну, наверное, конец лета уже. Я его попробовала, успела поносить немножко. Но следующим летом обязательно буду его использовать на все сто, потому что это вещь, которая мне очень понравилась. Тинт от Divash. У меня он в самом тёмном оттенке, я не помню. А, 0,4 оттенок. Я лично в восторге от него, потому что он действительно делает такие ягодные губы. И можно его, в принципе, интенсивно наносить. Можно и вообще совсем чуть-чуть. И это средство, то, которое можно брать с собой куда-то в путешествие. Куда-то там, я не знаю, на природу вы идёте. На шашлыки там, просто в поход какой-то вы идёте. Вот этого одного средства хватит и на щёки, и на губы. Ну и покажу помады, которые стали моим открытием ушедшего года. Это матовые помады. Это мусовые, наверное, помады, потому что они не прям вот матовые-матовые. Они по текстуре как мусс наносятся, но финиш у них такой полуматовый, я бы даже сказала. И это две мои любимицы. Одна в 07-м знаменитом оттенке Velvet от Bourjois. Такая розовая ягодная помада. И вторая от Belor Decision Matte Couture Lip Gloss. Это у меня оттенок 51. Она такая вот тёмно-красная. Именно не такая какая-то яркая, а она такая более приглушённая. Я постараюсь вставить фотографии. Я просто балдею от этих двух помад, от этих двух текстур. Они мягкие, в то же время они такие яркие. И какие-то такие вот не сильно сушащие губы. Ну, это действительно вот моё открытие. И я бы купила какие-то другие ещё оттенки, но у меня есть множество оттенков из других помад. Не хочется, чтобы я этими пользовалась, а все остальные у меня в стороне лежали. Поэтому я как-то сдерживаю иногда себя, чтобы не приобрести ещё какой-нибудь оттенок. Также покажу тоже продукты для губ. Это такие вот бесцветные практически, можно сказать, блески для губ. Вот этим вот от Ariflame Maxi Lip Gloss я пользовалась летом чаще всего. Он есть в каталогах, бывает по скидкам там. У него такой немножко холодящий эффект. Я знаю, это сейчас модно, многие любят такой эффект. Я не очень люблю. И, кстати, честно сказать, я его, этот эффект не наблюдала изначально, когда приобрела только этот блеск. Как-то вот в этом году только я почувствовала вот этот эффект. Он даже не холодящий, а знаете, какой... Когда наносишь на губы, такое вот какое-то немножко микропокалывание происходит, что ли. Вот что-то такое. Потом они действительно становятся такие немножко попухлее. И очень смотрится сам блеск неплохо. Он такой глянцевый, делает губы тоже такими сочными, аккуратными. И второй блеск, который я повторила вновь, это блеск от Reluie Fashion Gloss серия. Тон у меня десятый, Соблазн Бали. Там есть, по-моему, еще светлее и чуть темнее оттенок. Я не помню точно там, какие у них номера. Вот вы можете видеть, я уже почти половину использовала. Потому что я им пользуюсь каждый день. Потому что это блеск на каждый день. Я им пользуюсь каждый день, когда не знаю, что нанести. Либо не хочу ничего наносить, просто ничего другого. Никакую помаду, даже просто вот такую, да, нормального такого приглашенного ежедневного оттенка. Если я ничего не хочу наносить или быстро выбегаю куда-то, вот, мне в помощь. Они не холодят губы, они не покалывают ничего. Они немножко липковаты, но за счет этого они дольше держатся. И, честно сказать, я вот такие липкие блески привыкла наносить на бальзам. Я всегда наношу бальзам, когда крашусь. После этого просто и помаду хорошо наносить, и блески вот эти вот. И когда я наношу на бальзам вот этот блеск, какая-то вот липкость, она быстро уходит. И вот этот блеск, он становится просто вот, знаете, как такой хороший жирненький бальзам. Но еще, который придает такое вот сияние губкам, они становятся тоже такие аппетитные. Советую вот такие вот варианты. Либо какие-нибудь другие, я знаю, от L'Etoile многие покупают блески такие подобные есть. От Art Deco, от Sleek такие же есть. Ну и последнее средство именно из фаворитов и открытия. Это средство от Zubody Shop. Я его приобретала, чтобы не соврать, наверное, в конце ноября. И вот все это время я им пользуюсь. Вообще, когда я пришла в Zubody Shop, я хотела посмотреть хайлайтер. И спросила просто у девушки какой-нибудь хайлайтер, потому что у них там был сухой. А сухие текстуры я не очень люблю в хайлайтерах, кроме вот Sleek мне нравится. Она мне посоветовала вот эту вещь. И протестировав ее на руке в Zubody Shop, я пришла к мнению, что мне нравится. И протестировав какое-то время это средство, я понимаю, что это не жидкий именно хайлайтер. Это, знаете, это вещь... Я не помню, как называется это средство. В общем, как база, сияющая база, база, которая придает сияние лицу. Это очень такая нежная текстура. Она при распределении, она смазывается практически на нет, но оставляет какое-то такое, знаете, деликатное сияние. Можно вот стробинг делать, можно как хайлайтер использовать, можно как базу под макияж использовать. Но я использую именно как хайлайтер. Здесь 25 миллилитров. Короче, этого средства мне хватит, наверное, вот так вот просто. И я не знаю, будет вам видно... Это средство у меня сейчас на лице. И я не знаю, будет вам видно переходы, переливы вот эти вот. Оно такое холодное. Вот холодный у него такой подтон у этого хайлайтера. На верхнюю губу наносишь его особо как бы незаметно. Вот сюда, когда наносишь, прям вот вообще идеально. Он сливается с кожи. Не видно никаких переходов. Знаете, вот как будто вы ничего не наносили. Как будто кожа у вас светится вот сама по себе так. Как будто она вот именно ухоженная такая. Не знаю, мне очень нравится. Ну и перейдем к разочарованиям. Их у меня немного, сразу скажу. Но это такие разочарования, которые, наверное, накопились за все время. И которые я могу выделить. Которым я не могу особо приспособиться. Которые я не понимаю. Либо которые очень дорогие. И все их советуют. Все их рекламируют. Но для меня они вообще не показались чем-то достойным. Давайте уже, наверное, начну. Начну я с такого вот разочарования, о котором я уже говорила вам. Я приобретала вот такой вот BB-крем, когда еще жила на Украине. И он мне нравился. Он немножко такой имеет пудровую текстуру. Очень хорошо держался на лице. За свою стоимость достойный был продукт. Но здесь, когда в России я его приобрела, меня оттолкнул его запах. Ну, в общем, честно, не советую. Если раньше я его советовала, то это было потому, что я, опять же повторюсь, я пробовала какую-то такую версию, которая была нормальная. Здесь запах вот этого чая какого-то зеленого. Он не отталкивающий, но он другой. Я сразу, когда открыла упаковку, я сразу поняла, что что-то не то. Во-первых. Во-вторых, он сходит с лица. Если тот держался на лице как-то более-менее, да, и у него была пудровая текстура, то у этого не пудровая текстура. Вернее, финиш не пудровый. У него какая-то странная текстура. И он очень темный. Он очень темный. Хотя у меня оттенок light. Если тот мне подходил по оттенку и все было хорошо, то этот очень темный. И очень много розового пигмента. Он мне не подходит. Также покажу вот такое вот средство. Это консилер от The One. Элюскин консилер называется. У меня фейрлайт оттенок. Я показывала в покупках Avon, по-моему, и Ariflame. Честно, мне тогда он понравился. Он чем-то даже мне напомнил вот этот вот мой любимый консилер. Но если этот держится целый день, его не нужно подправлять, то через этот консилер у меня проглядываются быстро, очень быстро мои круги под глазами. Это раз. Во-вторых, у меня хоть так и не видно, что у меня здесь какие-то морщинки есть. Он их подчеркнул. Причем сначала ты наносишь, ничего не подчеркивается, все нормально, но через очень быстрое какое-то время ты видишь, что у тебя какие-то морщинки проглядываются, складки какие-то. Он забивается в них, он их подчеркивает. В общем, да, я его долгое время тестировала, как-то пыталась к нему приноровиться, но не могу. Все, я уже решила, что задолбал. Но вы видите, да, что его осталось у меня совсем чуть-чуть. И это только за счет того, что я его смешиваю опять же с CC-кремом и наношу на все лицо. Тогда нормально. Вот на все лицо, разбавляя и используя его как тональную основу, норм. Вот допользую и, в принципе, вам не советую именно под глаза. Потому что если маскировать им какие-то недостатки на лицо, он ничего не маскирует. Вот также я еще в покупках покажу вот такое вот средство. Это натуральный антиперспирант, да. Деонат называется. Это кристалл минеральный. Не содержит консервантов, не содержит хлорида, алюминия. Ну, наверное, да, не содержит. Я купила большую бадью, опять же, в том же магазине, где продается косметика Sleek. Очень много. И я решила, почему купить такую большую бадью сразу, потому что здесь удобно. Он закручивается. Если брать именно маленький стик, то он идет отдельно. Он продается именно вот так вот. И здесь крышка одевается. Просто я боялась, что если я его вдруг уроню где-то, либо просто задену нечаянно, когда буду его доставать вот так вот все время, то получается он у меня разобьется, либо как-то повредится. А мне этого не очень хотелось. Потому что маленькая версия, что в районе 300 рублей стоит. Я так подумала, ну какая разница, я 100 рублей переплачу, да, и куплю уже такую большую бадью, и надолго хватит. Хватит, да, действительно надолго. Но сам факт того, что оно ничего не делает абсолютно. Просто вы его наносите, да, и его хватает буквально на час, наверное. Потом получается, что запах неприятный. Потом проявляется вот эта мокрота в подмышках. Это не очень хорошо. Честно, я когда даже просто ничего не использовала, у меня свежесть подмышек и то дольше держалась, чем вот с этим средством. Ну и также покажу вот такой вот спонж, который бьюти-блендер, в общем-то. 3D. Он у меня от фирмы Luxage. У меня есть тушь от этой фирмы, и она мне очень нравится. Этот бьюти-блендер, я просто даже, у меня язык не поворачивается его так называть. Он вроде бы мягкий, да. Вот я его сжимаю, он вроде бы мягкий такой, нормальный, всё. Во-первых, когда его мочишь, он не намокает. Он как-то отталкивает воду, сколько ты не держи под водой. Он отталкивает воду, и всё. Он просто вот непромокаемый какой-то, потому что он плотный. Когда я его попыталась использовать на лицо, попыталась распределить тональное средство, он хорошо так, ну нормально, я не говорю там супер-пуперски, но нормально распределил тональную основу. Но используя его, у меня осталось такое впечатление, что я каким-то бревном просто по лицу себе тыкаю, потому что он очень-очень грубый. От Арифлейм. Он, конечно, у меня грязный, но, соответственно, понятное дело, я им пользуюсь, и я им пользовалась сегодня. Но смотрите, что с ним произошло. Ему, конечно, уже год, и я после того, как купила, использовала его всего лишь пару раз. Мне что-то не очень понравилось. Я как-то привыкла наносить руками, и он у меня пролежал просто. Вот недавно, ну как недавно, месяца три, наверное, или четыре назад, я его достала и решила использовать. Но когда я его мыла, а мою я его после каждого применения, вот, вы видите, сразу образовались вот такие трещины. Короче, после долгого его высыхания, то, что он пролежал у меня год, нужно было, наверное, его просто положить в воду, чтобы он сам отмачивался. А я его жала. Я ногтями не царапала, я просто его жала, и, соответственно, из-за этого образовались почему-то вот такие вот трещины. Он у меня порвался весь, потрескался даже, не порвался, а потрескался. Но я его еще допользую, потому что, ну, у меня другого ничего нет. Этим я пользоваться не могу, потому что это сплошное разочарование. Я вот думаю, купить еще один такой, либо может посмотреть какой-то другой, потому что цена ему по каталогу что-то до 100 рублей. Оригинал я не хочу брать за тысячу, там, за полторы, как-то сто и тысячу полторы. Я думаю, разница есть. Просто это небо и земля, даже вот просто рядом, я не знаю, их поставить. И вот от Люксаж не советую. Если увидите вот такую упаковку, не берите. Ну и последняя вещь, которую я вам покажу, это такое разочарование, я не знаю просто. Я готова поругать Катрину Берри, потому что это мой любимый блогер. Она очень хорошо все описывает, рассказывает. Она очень много посоветовала тех продуктов, которые мне нравятся, которые я покупала и приобретала по ее наводке. Но вот эта вещь, это, конечно, жесть просто. И я не знаю, как она вообще могла ее пользоваться. В общем, это вот такой вот крем для рук от The Body Shop. Я вообще его не понимаю. Да, она говорила, что у него немножко запах такой отталкивающий. Он не всем понравится. Но запах у него вообще какого-то крема. Даже не крема, а мази, наверное, какой-то вишневского, что-то такое. Это просто жесть. Но запах, ладно, я могу перенести еще как-то что-то где-то. Но текстура, я нанесла его сразу на руки. И там сплошные силиконы-силиконы. Это не крем, это просто вот силикон в банке. Это, ну, я не знаю, как им пользоваться. Я им пользуюсь, да, но без какого-то такого энтузиазма, без охоты. Лишь бы просто вот намазать, честно. И стоимость в 400 рублей этой баночки в 30 миллилитров. Меня это просто убивает. Я бы могла 4 хороших купить по 100 рублей. Вот, вот, это жесть просто. Ну, я не знаю. За бодишоп вы можете сделать нормальный крем? Потому что это, это я не знаю, как этим пользоваться. Запах отталкивающий. И он ничего еще этот крем не делает. Ла ноги то же самое. На какие-то локти, это я вообще молчу. Это сразу впитывается и куда-то девается. И вообще не видно потом, что сухость какая-то проходит. Вообще ничего не делает. Честно, я не советую. Да, если я не сказала, он идет запахом конопли. Это вот этот знаменитый крем долбанный, который, я не знаю, я теперь ненавижу. Мне как раз память подходит к концу. Я надеюсь, я успею с вами попрощаться. В принципе, и все мои фавориты, открытия и разочарования. Надеюсь, вам понравилось это видео. Жду также ответных комментариев от вас. Что вам, может быть, нравилось из того, что я показала. Что, может быть, не нравилось. Что-то, может быть, вы посоветуете наоборот. В общем, увидимся в следующих видео. Всех целую, обнимаю. И всем пока-пока.